Вести Карачаева, Черкесия В этой столице ревакцинацию от COVID-19 прошли более 9 тысяч человек. Выпускники 11 классов Карачаева, Черкесия, получили результаты первых экзаменов основного периода ЕГЭ. И 23 медали завоевали наши спортсмены по итогам второго этапа 11-летней спартакиады учащихся России. Далее подробности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 В рамках реализации поручения президента страны в регионах разработаны меры поддержки малого и среднего бизнеса. Одной из мер, которой могут воспользоваться предприниматели Карачаева-Черкесии, является содействие в участии предприятий в международных выставках, где они могут презентовать свою продукцию. Так, при содействии Республиканского центра «Мой бизнес» свою продукцию в 13-м выпуске международной бизнес-платформы по аутсорсингу в легкой промышленности B2GES представили 10 производителей из Карачаева-Черкесии. Это мероприятие позволяет концентрированно получать именно ту целевую аудиторию, которая нужна нашим предприятиям, рассказал директор центра Артур Изауф. По его словам, после каждой выставки наши предприятия заключают договоры на производство и поставку своей продукции. По отзывам экспонентов, база их клиентов увеличилась на 50-70% после участия в бизнес-платформе B2GES. В текущем году выставка собрала рекордное количество участников – 166 компаний из России, Армении, Турции, Китая, Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Египта, Италии, Индии и Малайзии. В частности, это швейные, трикотажные и обувные предприятия. Министерство промышленности, энергетики и транспорта Республики окажет финансовую помощь промышленным предприятиям региона. Это будет своего рода компенсация на уплату процентов по кредитам, взятым после 20 апреля на пополнение оборотных средств и потраченных на закупку сырья, топлива, незавершенное строительство, готовую, но нереализованную продукцию. Рассказывает заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Республики Юмрана Тиунаева. Мы понимали, что есть какие-то непредвиденные затраты у предприятий и, возможно, даже что-то они взяли из тех средств, которые они планировали пустить в оборотные средства на закупку сырья. Возможно, они направили на то, чтобы закрыть обязательства, например, по договору, где уже, например, эти обязательства были увеличены в силу увеличения ключевой ставки. И это пошло, возможно, в ущерб, опять-таки, средствам, которые были изначально запланированы на закупку сырья. Мы как раз-таки вот этой грантовой поддержкой планируем компенсировать и поддержать предприятия. В год своего столетия Карачаево-Черкесия продолжает преобразовываться. Так, в Адагихабльском районе подходит к концу благоустройство парка Ваули-Вакужили общей площадью около трех гектаров. Уже уложены тротуарная плитка и резиновое покрытие, установлена игровая площадка. Осталось установить скамейки, сделать монтаж уличного освещения. Кроме того, в течение месяца будет отремонтирован памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Всего в юбилейном для Карачаево-Черкесии 2022 году будет благоустроено 50 дворовых территорий и 13 общественных. Облик наших городов, сел и аулов, несомненно, сказывается на нас самих. Жить, работать и воспитывать детей всегда приятно там, где чувствуется забота, уют и стремление созидать. Ну и, конечно, желание самих жителей сохранять чистоту и порядок там, где они живут, написал в своем телеграм-канале руководитель региона. В республике продолжается вакцинация и ревакцинация жителей региона от новой коронавирусной инфекции. В Черкесске привито 39 906 человек или около 52% от числа горожан, подлежащих вакцинации. Более 14 тысяч вакцинированных граждан – люди старше 60 лет. Ревакцинацию прошли более 9 тысяч человек. Вместе с тем, в республиканской столице продолжается углубленная диспансеризация населения, переболевшего ковидом. По-прежнему в республиканском центре продолжают работу прививочные кабинеты. Сделать вакцинацию можно в Черкесской городской поликлинике и лечебно-реабилитационном центре. Для граждан доступны все отечественные вакцины. Штормовое предупреждение объявлено в Корчаево-Чукесии из-за обильных осадков, ожидаемых в республике в эти дни. По данным Главного управления МЧС России по республике, местами по региону ожидается сильный дождь с грозой, градами и шквалом до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход сель и малого объема. МЧС отмечает, что непогода может стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением строений, повреждением дамб, нарушениями в работе систем жизнеобеспечения, а также с гибелью сельхозкультур. В селе Джага Малокарачаевского района продолжается капитальный ремонт сразу двух берегоукрепительных сооружений на реке Ишкакон. Восстановление этих дам позволит защитить от воды полторы тысячи человек с их домовладениями и приусадебными участками. Подробности сообщил глава администрации села Рамазан Кубанов. Обратились к главе Карачаево-Черкесской республики Рашиду Бориспиевичу Темрезову, который нас однозначно поддержал в этом вопросе. Мы очень благодарны ему. И после этого у нас работы пошли. Было сделано огромное количество работ по проектно-смертной документации. Но знающие люди понимают, это ни одного дня, ни одного месяца работа. В эти дни в Карачаево-Черкесе проходит межведомственная комплексно-оперативно-профилактическая операция МАК-2022. О ее нюансах начальник отделения информации и общественных связей МВД Республики Евгения Узденова. Первый этап мероприятия на территории республики стартовал с 13 июня и продлится он до 22 июня. Основной целью антинаркотической операции является выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных пассивов наркосодержащих растений, задержание лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков, пресчению каналов поступления на территорию региона наркотических средств растительного происхождения. В рамках проводимой операции полицейские и их коллеги из других правоохранительных структур региона осуществляют работу по выявлению и перекрытию каналов незаконной транспортировки наркотических средств растительного происхождения, а также проводят мероприятия, направленные на задержание и привлечение к ответственности перевозчиков и сбытчиков запрещенных веществ. Принимаются и меры профилактического характера. Полицейские напоминают гражданам о том, что за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в том числе культивирование запрещенных растений, предусмотрено уголовное наказание, связанное с лишением свободы. Сотрудники МВД по Карачаевой Черкесской Республике призывают жителей региона проявить гражданскую активность и сообщить о ставших известными фактах распространения и употребления наркотических средств, а также культивирования наркосодержащих растений и очагах их дикого произрастания по номерам. 8 878 2 26 58 80 29 24 05 или в любое подразделение органов внутренних дел по номеру 02 с мобильного 102. Археологи Российской Академии Наук начали раскопки в окрестностях аула Псыж. В настоящее время они исследуют содержимое одного из погребальных курганов, давно известных в этой местности. Информацию комментирует археолог Центра археологических и этнографических исследований Карачаевского университета имени Умара Алиева Вера Меньшикова. Наши работы находятся на начальном этапе исследований, поэтому сказать о том, какие конкретно будут находки, какая будет датировка памятника, мы сейчас не можем. Скорее всего, перед нами будет родовое кладбище, то есть здесь похоронены близкие родственники. В целом на территории Карачаева-Черкесии несколько таких могильников. Ранее нами тоже были уже изучены подобные памятники. На Центральной площади Черкеска прошла акция по сдаче донорской крови. 77 человек пожертвовали в общей сложности более 40 литров крови. Так, по приблизительным подсчетам, участие жителей в акции этого года в итоге поможет спасти более 150 жизней. Тех, кто стал донором впервые в этом году, ждали презенты от общей российской общественной организации «Российский Красный Крест». Донорство – дело не только простое, но и полезное. По мнению специалистов, регулярное обновление крови укрепляет иммунитет, улучшает работу сердца и других органов. Лучшие творческие силы Карачаева-Черкесии вовсю готовятся к празднованию столетия нашей республики. Государственный ансамбль танца Республики Эльбрус готовит особую программу, которая в сентябре текущего года будет представлена на главной сцене страны в Кремлевском дворце. Об этом сообщил художный руководитель ансамбля Исмаил Байрамкулов. Брали хореографическую композицию под названием «Под Эльбрусом». Большой массовый. У нас номер есть, сюита танцевальная. Карачаевский народный танец «Обезырек». Это у нас самые ударные номера. Это визитные карточки нашей республики. Студентка Института филологии Карачаевского госуниверситета имени Умара Алиева Алина Салпагарова стала победителем всероссийского студенческого турнира «Люкратив бизнес и Диас-2022». Организатор мероприятия «Высшая школа социально-гуманитарных наук Российского экономического университета имени Плеханова». Целью конкурса является интеграция студенческого сообщества в глобальную социально-экономическую систему, бизнес-среду, в которой конкурентные преимущества имеют специалисты, способные генерировать и воплощать в жизнь оригинальные креативные идеи. На очном этапе конкурса участники представили проекты уникального продукта, собственного изобретения или перспективной бизнес-идеи. Алина представила проект, который был посвящен экологичным автомобилям. Она предложила использовать процесс пиролиза для превращения отходов жизнедеятельности человека в энергию для автомобиля. Члены жюри отметили оригинальность идеи, логичность изложения материала, а главное – отличную языковую подготовку участницы. Выпускники 11-х классов Карачаево-Чекеси получили результаты первых экзаменов в основном периоде ЕГЭ-2022. Напомним, первые экзамены прошли 26 мая. В этот день участники ЕГЭ написали экзамены по химии, литературе и географии. Сейчас объявлены их результаты. Так, ЕГЭ по литературе сдавали в Республике 58 выпускников. Всего 5 участников экзамена показали высокий результат от 80 баллов и выше. Средний балл по предмету среди выпускников Республики составил 48 баллов. ЕГЭ по химии 26 мая в Республике сдавали 509 человек. 37 участников показали результаты в диапазоне выше 80 баллов. Средний балл по предмету среди выпускников составил 37. Отрадно отметить, что среди участников экзамена по химии есть и 100-бальник. Географию сдавали 29 человек. К сожалению, результат выше 80 баллов ни один из участников экзамена не показал. Средний балл по предмету по Республике 41. Порядка половины жителей Республики занимаются физической культурой и спортом. Их число растет с каждым годом. Так, численность ведущих здоровый образ жизни и занимающихся тем или иным видом спорта в 2022 году составляла более 202 тысяч человек. А в прошлом году более 224 тысяч. В текущем году также намечена положительная тенденция. И уже к концу этого года ожидается увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом до 232 тысяч человек. А вот 10 лет назад количество занимающихся спортом составляло 68 тысяч. На увеличение этих показателей в первую очередь повлияло последовательное наращивание количества спортивных объектов для массового спорта. В частности, за счет строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, открытого и закрытого типа и спортивных площадок. Всего с 2011 года было создано 124 спортивных объекта, из них 75 капитального строительства, 49 не капитального строительства. То есть это футбольные поля, воркаут-площадки, площадки ГТО, площадки с антивандальными тренажерами и так далее. Ну и в завершении выпуска новости спорта. 23 медали в копилке сборной Карачаева-Чекеси по итогам завершившегося второго этапа 11-летней спартакиады учащихся России. Наша команда завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых медалей. Призерами стали Антон Баськов, Эдуард Горбузов, Снежана Сухина, Виталий Третьяков, Вероника Гавриленко, Милена Кульченко, Валерия Мысина, Егор Абазинцев, Ростислав Пудаков и другие. Спортсмены из Карачаева-Чекеси Дамир Гумжачев представят сборную команду России на открытой спартакиаде школьников Белоруссии по боксу среди юношей 2008-2009 годов рождения. Всего в состязаниях примут участие 126 спортсменов. Дамир выступает в весовой категории до 66 килограммов и является бронзовым призером юношеского первенства России по боксу текущего года. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков республики, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь, гроза в сочетании с градами, шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В горах местами плюс 12-17, в Черкесии кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 25 градусов выше нуля. И штормовое предупреждение. В течение суток, 15 и 16 июня, местами по республике ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 25 метров в секунду. На реках подъем уровня до неблагоприятных отметок. В горах сход сель и малого объема. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. Радио России. Карачаево-Черкесия. На правах рекламы. Общество с ограниченной ответственностью Вулкан требуются операторы оборудования, электромонтеры, прессовщики, подавальщики. Черкеско-Пятигорское шоссе 23-8938-038-84-37. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин